Нет, отбивания не будет. Владимир Алексеевич говорил, что он агностик. Да, извините. Да. Стас, я надеюсь, что венки будут готовы, потому что я автобус заказала на 9 утра. Да. Пока. Нет, никаких поминок и ресторанов не будет. Ну, маленькие поминки у нас здесь в отделе. Да не было у него никаких родственников. Давай, давай. Бывшая жена за границей. Армянское радио спрашивает, нужно ли заниматься сексом, если в доме находится покойник. Слушай, иди в жопу. Тогда армянское радио отвечает, можно, только медленно и печально. Габи, иди в жопу, пожалуйста. Рахиль Григорьевна, скажите, вы ведь знаете, зачем он это сделал? Ну, честно, ну, такое ощущение, что вот он сейчас выйдет из этого кабинета, на всех ряхнет, и будет все, как всегда. Саша, вы куда? А что вы теперь, наместник Алексеевича на земле? Мама римский? Я перед вами отчитываться должен, да? Да, должны. Саша, остановитесь. Саша, может, водки? А ты Люську береги. Саша, может быть, вы для начала остановитесь и просто поговорите со мной. Скотч возьмите. Зато я иду в больницу. Допустим, Магомедову стало лучше. Что теперь? Что, я на звонке? А что про детский сад? По старой памяти. А в Рио это что такое? Временный исполняющий обязанност. Ну, что, Санька теперь полковником будет? Угу. Если дело раскроет маги. Может быть, еще и генерала получит. Нам-то Армян, б***ь. Можно и под ребром жить. Да, Люсь? Габи, я не понял, что за намеки? Да вы что, об***ли все? Я его без штанов ни разу не видела. А ты, сука, да п***чешь, он у меня клюванулся. Так, в чем дело, я не понимаю. Анатолий, ну вы-то... Габи, слушай, иди сюда. Звали. Я так соскучилась по Москве. Оказалось, тебе не скучно было? Чуть-чуть соскучилась. Москва жена. Вах! Что, скоро купим свой дом, поженимся и нарожаем кучу детей, мальчиков, девочек? У тебя не до скуки будет. Ну, да, точно. Поженимся и поедем в горы, да? Да. Но сначала ты должен встретиться с дядей, да? Мы сейчас к нему? Нет, ну, в смысле, я к нему. А ты, наверное, лучше поезжай в общагу сначала. Там мы были вместе, а здесь как и... Ты пойми, мне нужно к дяде и сам встретиться, один на один поговорить. А ты, наверное, пойду общагу, приготовь нам очень пожрать колбасу, сварик, который Абдул подарил. Да. Горби. Горби. Привет. Дядя у себя? Подождите. А что такое? Даже горжусь в больнице. Инфаркт. Что? Он же никогда не болел. Болел, не болел. Откуда я знаю? Что ты там мямлишь-то? В какой он больнице? Что вы мне орете? Это все из-за вас. Вы его довели своим поведением, а теперь орете на меня здесь. В 43-й больнице. И тыкать мне не надо. Ты что, кричишь-то? Я сейчас туда поеду. Иди, иди. Мусор говорит, что пришел сделать тебе хорошее предложение. Ты хочешь его слушать? Ну что? Мага, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет на... Ладно, не сойдешь, пришел. Э, укол. Начальник, ээ. Не экаю мне. Орай симулировать, а то с докторишками перетер, ты легко оделся. Ну, как же дядьку упертый. Короче, ты даешь показания на доходаеву, мы его закрываем, а ты живешь долго и счастливо. Ты не догоняешь, да? Он тебя бил всю дорогу, а теперь ты ему надоел. И второй раз Арслан не промажет. Кто тебя тогда защитит? Вот этот тебя защитит? Или брательники твои, которые на твою дочь нажит, точь булатные? Родная полиция тебя защитит. Какие показания хочешь? Не тупи. На Гаджида Хадаева какие? Доказательств у меня нет. Гаджи хитрый, осторожный. Кто-то ему из ваших помогает. Кто, не знаю. Слушай, пусть его хоть Аллах с пророком крышу. Давай посмотрим, что он запоет, когда ты покажешь, что три года назад своими ушами слышал, как Гаджида Хадаев заказал Арслану Сагидову, уважаемого вора Гасана. Гасана? Я не слышал. Слушай, не слышал, сейчас тоже никого не... Дальше больше. Гражданин Дахадаев, посредством гражданина Сагидова, его банды, путем шантажа и угрозы, склонял тебя, честного коммерса, допущению торговли контрафаком и трех базаре, также поощрению наркотрафика и далее по всем пунктам. Ну ты че, рожай уже? Ладно, я пойду, закажут тебе игру с пузыней. Если я скажу да, что дальше? Со мной что будет? С семьей, с бизнесом? Куда я знаю, че с тобой будет? Я че, ванга, что ли, тебе предсказывать? Ты напиши, подпиши, тогда посмотрим. Не пойдет начальник, гарантии нужны. Че тебе надо? Мусорскую охрану хорошую, пока процесс будет идти. Потом за границу хочу ехать. С семьей, с близкими. Мы че тут с тобой, на базаре, что ли, торгуемся? Ты в этой больничке через день два кони двинешь? Или тебе он гаджи из реанимации змею пришлет? Ядовитую. Короче, я жду, до завтра. Я гаджи доходаил, я его родственник, мне нужно его видеть. Опоздали. В смысле? Ему стало хуже, перевели в реанимацию. Ага, я могу его увидеть, могу и к нему пройти. Я же говорю, в реанимацию, молодой человек, я вас не пущу, здесь стерильная зона. Идите домой, завтра позвоните, все узнаете. Ты здесь уже, да? Салам алейкум. Где держишься? Не сцел, он симулирует, у него шлангит. Слушай, Саня, почему Владимир Алексеевич убил себя? Жизнь. Езжай в кишлас, отдыхай. Я сказала, что состояние ухудшилось. Все правильно сказала. Поймали, попался. Здравствуйте. Это я. Привет. Привет. Спасибо. Я тоже соскучилась по-моему. Я сквозь к вам. Вот про этот пришла. Как-то сезала. Нормально, все хорошо. Конечно, мы были там в селе. Там, знаете, такая история, парня одного пытали в милиции, он вынужден был к лесным убежать. В общем, родители его обращались в одну организацию в Махачкале. Организация называется... Да, там есть женщина, в Кавказе права человека. Да, да, да. Но вы знаете, ничего не узнали, никакая информация. В общем, я записала кое-какие данные этого парня. Фамилия, имя там, еще кое-что. Нужно, может быть, как-нибудь позвонить с кем-то, связаться, узнать что-нибудь. Ну, что у вас нового? Мы, конечно, постараемся найти его, чтобы он с ребятами позанимался. Гуль, кстати, вот познакомься с этими прекрасными двумя человечками. А что? Надо их натаскать на русский язык. Понимаешь, ну, ни бы, ни мы, а в детский сад без языка не принимают. Ну, я бы честно. Сироты, тетушка, тетушка, наконец-то нашла работу. Оставить их не с кем. Что ты делаешь? Да, ничего страшного. Ничего страшного. Этиканы искусствуйте. Нормально все. Этиканы. Ой, какой красивый у тебя платок. Да. Бабушка Рустаму подарила старинный. У них так принято, невестам дарят, в общем, платок. Да. У меня похожий был. Да. Красота, посмотрите, какая буря. Только его на меня насильно надели. Как это насильно? Ну, так, меня же украли. Я всю ночь царапалась, не давалась. А потом все равно надели этот проклятый платок. Да, ладно, проклятый. Это уже скажешь, а? Ну, а что, ты же добровольна, да? Так что, Гуль, возьмешься за просвещение детей Востока? Так давайте попробую. Может, короче, приходим мы с Толиком, значит, на его квартиру. А там брат его с зоны откинулся, ну, и баба брата приехала. Со всем своим выводком. Детей по квартире как насрано. Да, Люсь, мне раз там еще ужин готовишь. Успеешь. Ну, ничего, я этот табор быстро в небо отправлю. Но, прикинь, самое главное, я же теперь не просто Люська Бурлаченко. Я теперь Людмила Викторовна Ебаружина. О. Привет. Привет. Люсь, ты чего, сними, ты чего? Я же просила не брать. Больная, лечиться надо. А ты молодец, что приехала. А то Ребров тут вообще уже ебан. В общем, чего? Давайте. Завтра в девять, автобус на Михеевске. С дядей поговорил? Я даже не заметила, как она его сцапала. Детя Гаджи, инфакт он в реанимации. Инфаркт? Угу. Сто пудов отсидеться хотел, чтобы вопросов легче не задавали. Какие вопросы? Сам знаешь, про магу, например. Слушай, нельзя так говорить про человека, который скоро может помедить. Да, размечталась я. Слушай, давай ужинать и спать, а? Слушай, я ничего не готовила. Может, в кафешку сходим? Завтра похороняй. Да, точно. И я завтра один пойду. Бесправлю. Я на работу пойду, так и... Ну да, тебе же надо еще увольняться. Да, давай спать уже. Угу. Слушай, мы же не поссорились? Не поссорились, давай спать. Давай спать. Сань, Сань. Мог бы хоть застрелиться, как солдат. Я так не понимаю, как представлю, так и... Толь, привет. Слушай, а скажи, пожалуйста, как вы, Владимир Алексеевич? Ну, как он тебя уволен? Рустам, давай не сейчас. Толь, мне важно знать. Ладно. Он под поезд бросился в метро и раздавил его совсем. Практически ничего не осталось, понимаешь? Гроб не открывали. Вот так. Толь, что ты не можешь... 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 Ну, помянем. Зачем вы меня вызвали? Даже вы меня вызвали. Да, ты возьми ковырму пальчику. Ковырма, кагаушское блюдо, сам делал. Вот там внутри что, мяско? Нет, творог, яйцо. Поставь лучше, что ли, в холодильник. Я думаю, так вернее будет, а то мальчишки поедят. Знакомая жопа. Это за сука... Тварь! Ты че делаешь? Вали отсюда! Вы чурки, ебаные! Вали, я сказал отсюда! А с вами связался! Вообще оборотнем стал! Слышь, чепушила, шапочку забрал. Вали отсюда! Чурбанье, ебаные! Еще поговори! Иди давай! Слушай, Толь, объясни. Владимир Алексеевич, что был оборотнем? Да это ж бред полный. Ну бред, конечно. Но говорят, будто бы Дахадаев, дядя твой. При чем тут мой дядя? Херя уже не понимаю. Ну вроде как твой дядя дал денег на лечение дочери Владимира Алексеевича. А тот, в знак благодарности, уничтожил все наработки по твоему дяде. Ну он его разрабатывал, ты знаешь. Ну и, как говорится, не вынесла душа по этой. Фу, мы даже не знали, что у нее дочь есть. То есть была. То есть дочь есть, а он, ну ты понял. Я ее видел, она не совсем, она в больнице. Кто ее сейчас? Может, Рахеля Григорьевна будет на лече? Витальичка, а ты чего Рустику не рассказал, что Рахеля с его дядей забутил? Люся, ну не обязательно, о чем мы дома говорим, рассказывать на работе. Я едва знакомый. Ветер дует, дождь идет. Ветка к ветке клонится. Парень девушку хочет познакомиться. Теперь ты у нас что, Люся Ебан-Жи? Да я по жизни Ебан-Жи. Настало время зарегистрировать это официально. Пойдем. Осторожно. Осторожно. Виталий Иванович. Наливай, есть вот. Наш друг Магомед Али пошел на поправку. Гаджи Гаджи, если вы все-таки решили довести до конца начатое, это не опасно. Это уже извините. Любишь ли, Италий Иванович, надо пукнуть в ложу не в попавку. Не скажешь, ну зачем магии умирать, когда Господь услышал твои молитвы, своевременно призвал к себе нашего товарища Червоненко. Подвоем они нам очень пригодятся. Вот тогда, Италий Иванович, мы с тобой начнем с чистого, как за ребенка белого листа, новую невинную счастливую жизнь до более раза, как говорят древние грецы. А в Греции все есть. Да, даже Тихрой. Да с магией все понятно, меня вот больше Арслан беспокоит. А что Арслан? Он много знает. Если начнет говорить, я бы советовал принять какие-то меры. А, Италий Иванович, вот что значит хорошая закуска, хорошая выпивка. Жить хочется, бороться хочется. Хочется бороться? Нет, но Магомед все-таки фигура, а это так бандит. Ну и что, бандит тоже человек? А человек это звучит в город Италий Иванович. А какой он папа хороший, это Арслаша. Говорят, какой он муж ласковый. Ничего, пусть будет, может пригодится. А этот лежит, завидует нам. Италий Иванович. Наташа. Бинтинг. Бинтинг диди. Тори бассиакуай лак. Италий Иванович. Тори бассиак. Тори бассиакуай лак. Мага. Алло. Мага. Ну здравствуй, мага. Подумал? Молодец, дорогой, завтра жди в гости. Ну что, Алексеич, довольный ты мной? Круто я с магой заслужил награду. Нет, не будем плохой пример работникам подавать. Может, дома, кого же и нет. Все. Саша, может, возьмешь с тобой что-нибудь? Возьми каурмой, вот Толя готовил. Не-не-не, меня отравить хочется. Все, я ушел. Ну, до свидания, Саня. Я так в больницу возьму. Хирурга в подельники не берите. А, Вась, пока. Давай. Патологоанатомы среди медиков самые умные. Не то, что скажем, хирурги. Солнце, а не человек, а? Без меня никак. А, чё, Кадзи? Шуньдешти? О, салом. Салом, салом, Арина. Чё, Кадзи? Парбяг, щиди щёчки, отдам, Кадзи. Я? О-о-о-о. Ейдисть, просто качаемся, да? О, качок. Здорово, добрых жизней, пуговьём, шурпа, все дела. Тут ж хель. Всё, знал. Дарбарай туйгу в тумкурус, там нам ему на таба фикрум. Чаро? Нам не думал. Хуараки дустуштайма башав харбару яду, аман анчу на башанку. Наха да шо на... Неса. Чё он говорит? Чё ты говоришь-то? Братан, я говорю, чтобы Никол правильный был, невесту жениху отец должен отдавать. Или старший брат. Угу. Слушай, мы в Москве на пару дней очень торопимся со свадьбой. Так на самолёте очень быстро пролечу, да? Только денег на билет пока нет. Если в долг дашь, я очень быстро отдам, потому что скоро работа будет хорошая. У тебя на свадьбе буду петь. Звезда по имени Солнце. Мы тебе позвоним потом, ладно? Слушай, ну зачем он-то нам нужен, а? Он мой брат на минуточку. Твои родственники тоже не английские лорды. Я же им не хамила. Кушать будешь? Не буду я кушать. Слушай, я же об нём же забочусь. Он же влипнет здесь. Что у тебя там с работой? Уволилась? Что случилось? Ничего не случилось. Что может случиться на похоронах? Чаровники говорят, коррупционер. Бред полнейший. А с дядей что? Дядю завтра из реанимации переводят на общую палату. Поеду к нему завтра. Он хотел, чтобы ты полунулась и так и вышла. Что? Ничего, чая будешь? Не буду я чая. Ой, холодно чё-то. Пойдём в постельку. Пойдём-пойдём. Ну, иди ко мне. М? Как ты хочешь. Да, меня беспокоит только Ребров. Он совсем неуправляемый. По-моему, что-то придумал. Ну и Рустам, конечно. Я понимаю, что он нам нужен, да. Но я уверена, он придёт. Да, всё, пока. Пока. Дядя Сань, там мама хулиганит. Босс, смотри, давай, выпей. На, всё, быстро спать иди, через детьми мы проверим. Э, Настёх, ты чё? Ты чё творишь-то? Настёх, босс, босс, босс. Стырь. Давай. Давай, умывайся, умывайся, умывайся. Умывайся. Ехать тебе надо отсюда, Настёх, слышь? Куда-нибудь к родителям. Юркин, я сказал спать. Быстро спать, Юр. Босс, это не тебе. Юр. Сашка. Всю жизнь Рустам боялся, что ты узнаешь и обвинишь меня. Ну, а теперь возьми. Отомсти за своего отца, убей меня. Уберите, спрячьте это. С ума, что ли, сошли? Мне лучше расскажите, зачем вы это сделали, зачем? А что толку? Ты же все равно Абдулле поверил. Абдулла рассказал свою версию. Я хочу послушать вашу версию. Несчастный случай, Рустамыч. Проклятый несчастный случай. Я подарил свой автомобиль брату. Хотел ему приятное сделать. Хороший ему здесь сделать. Но кто знал, что этот проклятый убийца Абдул пошлет своих быков ко мне? Что они перепутают меня с моим братом? Откуда я мог это понять? Ты сам подумай, Рустам. Абдулл говорит, что вы его обманули. Это не в деньгах дело. Ты прав. Пусть Аллах все деньги во вселенной даст. Зачем они мне есть, от меня отвернулся мой любимый племянник, которого я всю жизнь любил. Возьми, Рустанчик. Что это? Завещание. Я тебе все оставляю. Дом, магазин. Ключи от квартиры я тебе прошу возьми. Нет, дядя Гаджи, нет. Нет. Значит, ты мне так и не поверил. Я верю вам, дядя Гаджи. Вы выздоровеете, я уверен. Вы доживете до ста лет, дядя Гаджи. И про всяких вот самых завещаний и слышать даже ничего не хочу. Я хотел спросить у вас по Владимиру Алексеевича. У тебя много будет вопросов ко мне, я понимаю. Завтра придешь, мы с тобой все поговорим. Вставай. Ясно. Ты нет, возьмешься от меня, Руслан. Дядя, я... Вы, вы выздоравливаете, дядя Гаджи. Вы отдыхаете, выздоравливаете. Руслан, Руслан, сынок, все мое-то для тебя. Все для тебя, все твое, Русланчик. Дядя, а что это? Откуда у вас это? А, ты не сладная, прекрасная дама. Думала, что дядя отощал и голодал, с голоду умирает в реанимацию. Попробуй. 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 Нет, дядя Гаджи, я не хочу. Мне надо обо всем об этом подумать. Вы выздоравливайте. Я, правда, испугался за вас. Выздоравливайте, дядя Гаджи. Удыхайте, выздоравливайте. Здравствуйте. Капитан Ребров отдел Лена. А отдел Лена тем делом больше не занимается. До свидания. А кто занимается? ФСБ России. Саша, хотите кофе? Нет. Слушайте, может, у вас есть что-нибудь покрепче? Накапывайте мне капель двадцать. Может, это яичко. А что такое случилось? Можете меня поздравить? Я чемпион России впрыгнул. Ну, что и на этот раз ты не сумел сделать? Да я, походу, момент упустил. Магу от нас забирают. Зуб дают. И крыша доходаевская. Все время на дорогу переходят. Ой, хрен он теперь что на магу покажет. Ну, Владимир Алексеевич так и говорил, что именно так. Алексеевич, не замайте, он при жизни тут за***лся. Владимир Алексеевич хотел, чтобы ты прослушку установил в палате маги. Я пыталась тебе сказать, ты же на кого не хочешь слушать. Да, потом он так слушал. Говорил еще, что это Ольга Данилова твоя знакомая. Ну, вспомнили, где-то Ольга. Ты поссорился, да? Почему ты со всеми ссоришься? Не надо меня. Значит так, ты сейчас едешь к своей Ольге, чтобы прослушка в палате стояла. И чё? А то. Саша, это большая операция, тебе поручено. Просто такое маленькое звено. Кое-кем мне поручено? Считай, что Владимиром Алексеевичем. Саша, твою мать. Хотя бы один раз в жизни ты можешь не в*****ться. Пожалуйста. Ну, я постараюсь. Э-э-э, стоп-стоп-стоп! Стоп! Опять ты, чучело в*****кучело! Всё! Давай, попутного ветра в жопу! Подожди! Посторонним в отделении полиции не место, ясно? Вот и пошел! Саша, тихо, тихо, тихо! Владимир Алексеевич подписал ему заявление, но он обязан отработать. Я разрешаю. Ну что? Мне кажется, ты хочешь что-то у меня спросить. Да нет, не к спеху. Я как-то потом как-нибудь. Куч! Сань, откуда? Не откуда, а куда? Я соскучился? Только я соскучился. Я тоже. Хрустик от навеки. Слушай, Сань, я его боюсь. Кого? Его. Этого своего? Да. А че? Значит, мы сегодня с ним должны идти. Ладно, неважно. Я его видела с Гаджет Хадаевым, у них какие-то дела. Мага должен дать показания. Какие показания? Сань, не заводись, я тебе все равно больше ничего не скажу. Че ты не урубайся? Он уже тебя кинул один раз, а ты снова с ним. Погоди, а может быть он всю вашу кодло и крышует? А может вы оборотни? Алексеевич догадался, вот его ебли. Короче, поткнешь его магией в палате. Сань. У тебя губы смазались. Хорошо. Давайте сегодня. Нет, не могу, давайте в десять. Да. Там же. Да, со мной будет все, о чем мы говорили. Да. До встречи. До свидания. Решено, мага. Решено и подписано. Ты будешь крайним. Тебе светит двести десятая статья. Создание организованной группы для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Карается лишением свободы от семи до пятнадцати лет с компенсацией имущества. Адвоката. Не дури, Магомедов, не дури. Ты поможешь нам, мы поможем тебе. Оля, дай ему документы. С сегодняшнего дня ты начинаешь знакомиться со своими показаниями. Вникая в каждый пункт, ты должен быть предельно убедительным. Ну, заодно и окрепнешь. Ты нужен нам здоровым, уважаемый Магомед Али. И вот еще, знаешь что, ты заявление свое забери. Поджог, покушение на убийство. Зачем нам это? Рахиль Григорьевна, мы тут с Габриэлом вот для дочери Владимира Алексеевича, в общем, собрали. Я понял. Подожди. Вот еще на лекарства и на игрушки. Личный состав. Равнение на взводного. Маджидов! Иди сюда, тебя тоже касается. Значит так, вам всем с его Ребровым во главе велено к 15.00 и вице-прокуратуру. Какого х** никто не знает? Ну ясен пень, никто. Значит, сбор в 14.14. Продолжаем трудиться. Кто не продолжит, я в углы поставлю. Рахиль Григорьевна, сделайте мне кофейку, пожалуйста. Рустам! По-моему, вы за мной следите. Рыб Григорьевна, с кем это вы тут встречаетесь, а? Он сейчас придет. Просто, наверное, нужно было вас предупредить, иначе будет как-то совсем жестоко. Да, вот такая вот шутка. Страшите. Уважаемые дамы и господа, я прошу минуточку внимания. Подозреваемый Магомедов хочет сделать официальное заявление. Ну? Он говорил о всех операциях против нас, правоохранительных органов. На моем рынке и принадлежащем мне общежитии все время велась торговля наркотиками, контрафактом и оружием. Все? Не вызывайте сомнений, что в связи с показаниями Магомедова работа отдела, который возглавлял полковник Червоненко, должна быть приостановлена. Приостановлены. Я… Я сейчас включу одну запись. Думаю, всем вам она будет интересна. Хватит уже припирать из Магомедов. Ты на свободе только потому, что Гаджи Гаджиевич у нас вот видела. Пора платить по счетам, давай, подписывай. И документы о передаче твоего имущества господина Дахадыева. Это ты крышевал, Гаджи начальник. Дело по убийству. Касана ты закрыл. Возможно. Мы могли можем. Не исключено даже, что мы сможем опаять тебя за границу в хорошую тихую страну, когда ты сделаешь все, что надо, конечно. А если так дашь, ты сядешь на водонал. Динозой Магомедов и закон, что работа с Гаджиевым. Скорую вызывай! Вызывай скорую! Алло. Алло. Магомедов и закон, что работа с Гаджиевым. По факту случившегося начато служебное расследование. Что они рассматривают за перспективом? Что вам, плохо, дядя Гаджи? Что ты не здоровится, надо воздухом подышать. Вадимир Александрович, ты мне помоги. Не надо никуда ходить, дядя Гаджи, вас скоро повезут. Я рад, что у вас с сердцем все хорошо. А ты провел меня, мой мальчик. Ты эта старая клуша, Рахель. Вот тебе, дядя Гаджи, и ляхаем. И все, Владимир Алексеевич, это его план. Да не переживай, Рустанчик. Не чувствуй себя предателем. Ты просто честно выполнил свой долг. Ну, как тот Павлик Морозов, есть же. Ну, что, Алексеевич, с воскрешением. Нет, ну, точно живой? Вроде да. Ура. Ура. Да, без предупреждения, это свинство. Знаете, как мы переживали? Вот, Гаджи. Ольга Валерьевна, можно вас? Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с окончанием операции. Все прошло по плану. Я умер, они расслабились, выдали себя. Я хочу поблагодарить вас, Рахиль Григорьевна, Рустама. Вась тоже был в курсе. Во всем участвовал. Нашел мне замечательный, потрясающий, очень симпатичный, неопознанный труп. Да, кстати, Ольга Валерьевна. Ребров поблагодарила вас за прослушку. Понятно, засранец. Я прошу прощения, но факт остается фактом. Ребров. Спасибо, спасибо. Ну что? Я очень рада, что смогла пригодиться вам. Ура! 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 Да, ура, ура, ура. Ольга, стой. Ну что, потряси. Ну что, потряси. Так, сюда дал. Что это такое? Дай. Что, аборт хочешь сделать? Это что, мой ребенок? Это что, мой ребенок? Не будет. Никакого ребенка. Сумку забыла. Вы посмотрите, какая сцена. Ну, выпей за детей. За детей. Не буду с вами чокаться, потому что вы не чуткий, не тактичный человек. Рустам? Рустам? Че, не спишь? Что такое? Я выполнил свой долг. Арестовал собственного дядю. Можете мной гордиться все. Ты че? Ты же вообще не виноват. Слышишь? Мы с тобой уедем, и все будет нормально. Оставить тут дядю в таком положении, уехать? Шикарный план, мне кажется. Как же с тобой тяжело. Ну че, Д-1? Ну че, какие новости? Мимо! Да какой мимо? Новости одна лучше другой. Жалеет общественность зампрокурора нашего героиня практически. Мастер че, щеку отцарапал, кровища как в резне бензопилой. Годика три на красной зоне и выйдет. Другой хуже. Гаджо и ТО не получит. Никто ведь против него ничего. Ни Мага, ни Виталий Иванович. Ну, вымогательство. Ну, подкуп должностного лица. Так, по мелочи. Арслан все знает. Арслан, Арслан, да. Здравствуй. В общем, есть у меня, Саня, одна мысль, как Арслана достать. Это прямо заинтриговало. Это вам из Гаджи Гаджевича. Ранил. Грязь. Стой, стой, сука! Лови его! Лови! Стой! Убери его. Давай сюда. Все, все, все. Все, все. Все, 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 все. Расслали агенты, адмиралы. Извиняйся! Извиняйся! Тебе руки еще ворать, червяк. Алексеич, отдохнуть тебе надо недельку. Алексеич, подожди минутку. Не ожидал я от дяди подлощи какая-то. Маджидов, тебе надо за деньги показывать. Ну, если пополам, то давай. Что, ты в общаке сейчас, да? С гулькой? Ну, и что думаешь? Общак закроют, мы же вместе с рынком. Не знаю, не знаю. Эта, Настена сейчас уезжает в Саратов с Юркой вместе. Ну, она там рожать хочет. А не с Михаи оттуда же вместе, там, типа, стены родные поможем. В общем, она меня попросила сдать эту квартиру, хочет, заезжай. Только ненадолго, мы в Москве все равно пока с дядей не выяснится. С дядей, это ребро. Поехали, поехали, поехали. Мы, эээ, да? Поехали. А я с вами? Нет, ты здесь останешься. Тебя выпустят. Сходишь в клуб, туда-сюда, где с Арсланом бывал. Засветишься. До Арслана дойдет? Меня Арслана поймает, хочешь, мусор. Сади назад. Ты меня кинул, а теперь пришел. Арслана тебе отсоси. Без мозга, ксич. Мозгов не хуй. Блин, ты умный, да? Офигенски умный. Ты думаешь, Арслан твою сучку угел? Че сказал? Арслан не такой, он бабу не тронет. Отъебан от него, это я ее ебану. Открывай! Ох, ханя! Отъебан от мусор сраный. Ну че, не можете без меня? Нужен я вам, да? Ну че? С Ольга, я вас познакомил. Поехали. Приезжайте в гости. Только это, не задерживайтесь, а то приедете, а она уже родила мне сына или дочь. Как хорошо. Я все рожаю, ты никого не собираешься, я себя рожаю. Ты вообще его убить хотела, слушайте, она мне вообще ничего не сказала. Ой, прекрони вы ругаться, господи, боже мой. Садись давай. Садись давай. До свидания. До свидания, поехали. Саня, ты зачем им сказал, а? Че? Ты че хочешь вообще, а? Че я хочу, че я хочу. Садик хочу, я отчаяю. Тормози здесь. Да, алло. О-о-о. Поняла, спасибо за инфу. С меня прочитается. Сань, до Кадаева выпустили. Весь кайф обломала. Короче, адвокат его договорил со следствием. Теперь они все так вывернули, что главный в банде не он, а Арслан. Даже так? Ну, а Гаджи типа жертва. Короче, он выходит, и Арслан клюет на него, как на живца, и все. Гаджи получает смешной срок. Адвокаты этого я знаю. Оформят все так, что не подкопаешься. Че не так? Че не так? Че не так? Так, нахера Гаджи Арслан сдавайте, если Арслан заговорит. Гаджи Арслан, Арслан, Гаджи. Пожалуйста, погоди у кого. Че встали? Поехали. Не, не поехали, Сань. А че? Это вот ты мне скажи, че. Че? Че, че. Ну, че. Ну, че, выходи из меня. Ну, и? Че, все? Сань, ну, ты хоть любишь меня? Не знаю. Поехали. А еще раз скажи. Поехали не может вожить меня без своего любимого. Лакомского. А сама она не читает совсем. Ну, да. Отлично. Ну, привет, что ли? И давно ты с ней? Где? Ну, здесь. Извини. Да нет, ничего. Знаешь, врачи говорят, что я действительно лучше стала. Можно. Смешно, да Хадаев ее действительно спас. Операция эта. Только вот в Германии от меня отвыкла совсем. Я сейчас уйду. Нет. Вы останетесь вдвоем. Нет, ты подожди. Ну-ка, расскажи мне, как ты с ней поладила. Ну, для начала я отключаю телефон. Потому что она очень боится звонков. Иди погуляй. Саламу алейкум, Арсалам. Да. Я представляю, как тебе здесь скучно и грустно, и некому руку подать, как ты скучаешь по своей прекрасной Наташе. Но ничего страшного. Скоро ты ее увидишь. Одно небольшое дельце, и все. Я тебе скажу, где и когда этого найти. Только на этот раз, Арслан, ты должен целиться очень хорошо. Держи. Почему один? А зачем нам больше? Ребров один и патрон один. Ты, Арслан, лучше целься. Ай, саламу алейкум. Старый, ты пердяй. Слушай, мы договорились туда ехать вместе. Но ты ездишь одна в Махачкалу. Одна, понимаешь? Ты же не можешь сейчас поехать со мной? Конечно, не могу. В этом-то вся проблема. Во-первых, я не еду одна. С кем ты едешь-то? Вообще-то там людей арестовали. Я еду с делегацией. Правильно сделал. Мне надо было лезть не в свое дело просто. И мы встречаемся с представителями МВД Дагестана. О чем ты говоришь? Я уже тысячу раз тебе об этом говорила. Сколько можно об этом говорить вообще? Слушай, мне кажется, что ты меня не любишь. Ты что говоришь? Я люблю тебя. Люблю очень сильно. Я хочу жить с тобой. Туда живи. Куда ты собралась-то? Ну, это работа, Рустам. Я не могу так все бросить. Я все это начала. И сейчас бросить. О чем? Я не знаю, что делать с твоей работой. Да, дядя. Я передумал. Я готов помочь тебе. Ну, что? Приехали. Вы что, собираетесь в это маскараде идти? А где же ваш хваленый спецназ? Где группа захвата? Как нахер? Что-то не понял. Мы что, втроем? Вы хотите Арслана упустить, что ли? Что он убежал? Охренеть. 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 У тебя дядя. Психолог. Зигмунд Фрейд. В кого ты такой тупой? Ему нахрен не надо, что мы Арслана живым взяли. Сиди здесь, дядя. Все, я пошел. Стоп, стоп, стоп. Ты куда? Так я все придумал. Ну, молодец, что придумал. Сиди, сторожу дядю. О-о-о, стоп, 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 стоп. Я один. Без оружие. Без оружия. Здравствуй. Плохо выглядишь, Арслан? Все, хватит, Ребен. Хватит. Я устал от всего. Я буду говорить. Того мента, твоего друга, приговорил я. Но ты в этом виноват. Ты угрожал моей жене. И три года назад твоя жена с ребенком в животе. Это кровь на моих руках. Я сделал столько. Я знаю, я буду гореть за это в аду. Еще я знаю, что ты не должен меня прощать. Но я все равно прошу у тебя прощения. Простите. Я не понял. Что, не терпячка, что ли? Что ты здесь делаешь? Что-то не пойму. Что здесь происходит? Да вали ты этого гада, Ребров. Что ты смотришь? Вот он. Вот он заказал тебе. Только мы не знали, что с тобой будет твоя жена. Ты путаешь. Я просил. Только напугать. Но ты же тупой, беспредельщик. Ты полицейский, смотришь на него. Да застрели ты его. Ты дашь на него показания? Ты победил, дядя. Посмотри, на кого я похож стал. Я был мужчиной. Стал тряпкой. Наркоманом. Твоя работа. Хорошая работа. Я знаю, что я никогда не увижу Наташу и сына. Но это хорошо. Без меня им будет спокойнее и безопаснее. Да, я дам показания. Стоять! Ну, еще раз, давай! Арслан, ты забыл. Здесь только один патрон. Варя, Ребров, ну, прости меня уже. Варя, Ребров! Варя, Ребров! Отличный выстрел! Давай еще, ты лучше можешь! Я знал, что кровь возьмет свое! Ты нахер правосудист. Ты же мне как сын, Рустам. А сын не может идти против отца. Он меня, он меня называет преступником. А сам 10 раз хуже преступника. Я не давал слову служить этому государству, а он давал. Герой! Работаем, работаем. Рустам. Рустам! Пройдемте, дядя, пройдемте, пройдемте. Рустам, прости меня. Я тебя никогда не забуду, Рустам. Мне не зачем вас прощать, дядя. Ну, зачем вы так сгули? Хотели еще изнасиловать? Разграбли мою квартиру. Ты можешь мне не поверить, но это был не я. Разграбил все остальное и сделал это Арслан, чтобы напугать меня. Извини, дядя Гаджи, но я вам больше не верю. Я Рустамчик. Иногда даже я говорю правду. Пакуйте, пакуйте, пакуйте. До скорой встречи, племянник. Наджи Гаджиевич, я здесь, я здесь. Все в порядке, все под контролем. Я надеюсь, я вам обещаю, все будет хорошо. Все, я понял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok